В ремонт приехал небюджетный такой велосипедик, в немножко грязном состоянии, велосипед новый, ему там 2-3 месяца всего, но очень большой люфт, у него задние втулки. Сейчас будем изучать проблемку. Огромная сковорода Sunrace, я даже не считаю сколько здесь скоростей, используется, как вы видите, всего три-четыре звезды. Самая ходовая, скорее всего, вот эта, потому что здесь огромная, вот эта. Две любимые и четыре дополнительные. Это вот, напоминаю, новый велосипед в таком состоянии втулочки. В некоторых мастерских грязный велосипед не обслуживает, обслуживаем все, вот так вот выглядит, просто щеткой почистил, вот так вот выглядит барабан до чистки. Барабан стальной, втулка похожа на шарах. Барабан на шарах, судя по всему. Только вот тут немножко грязки попало случайно. Со стороны диска, где пыльник, все вообще замечательно, чистая смазочка, ни пыли, ни хруста, ничего нету. Странно, что на таком велосипеде на шариках у нас колесико собрано. А вот со стороны барабана типичная проблема, была не законтрена гайка. То есть это вот, вот так вот выглядело, появился люфт. Но и здесь пыльника нет, здесь очень много грязи, там дофига грязи. Сейчас все будем учащать. Сейчас маска в грязи, песок, то же самое на оси. Посмотрим какой износ. Стальной пыльник без повреждений не получается снимать, поэтому снимать я не буду. Почистил изнутри все очень аккуратно. Пытаюсь навести камеру. На камеру, наверное, не видно, но вот дорожка уже накатана. накатана она, вот она. Очень сильно. Поэтому втулке этой, точнее барабану, можно сказать, хана пришла. Едеть можно, ездить можно долго, но все равно будет люфтить, закусывать, потому дорожка уже очень глубокая, к сожалению. К сожалению, втулку с самого начала протянули некачественно. Конус какой-то странный. Здесь вообще закоцанный. Хорошая, но не видно дорожку. Все печально. В общем-то, изначально проблема, похоже, была вот в этом колпачке. То есть у нас есть конус. Под конус у нас надевается резиновый пыльник. А на него надевается какой-то металлический непонятный колпачок, на котором 17-й ключик нужен. Но, как вы видите, металл здесь из дерьма сделан. Просто срезало. Я взял обычный 17-й конусный ключ, попытался контрагать, и у меня просто срезало все нафиг. Ну, вроде как притянулось, но проблема была в том, что, видимо, тот, кто или на заводе, или самостоятельно контрил вот эту сторону, не смог законтрить эту шляпку относительно гайки контрящей, и она у него открутилась. Сейчас я еще попробовал потянуть. Ну, это какая-то шляпа полная. Стулка с попыткой сделать колпачок защитный, но неудачно, видимо. Дреднее колесо под ось. Стоит вот такой вот дерьмопыльник, который вообще не держит грязь. Вообще внутри все чистенько. Правда, закусывает очень сильно. Неужели у нас под ось и тоже на шариках? Судя по пыльничку на шариках, где-то там прям жесть. Вот, вот пока я попробую расконтрить, что здесь необычно. Здесь огромный конусный ключ, что-то типа 22 или 24. У меня, конечно, такой есть. Сейчас посмотрим. У нас шарики. Столка под ось на шариках была перетянута. Грязи нет. Все чисто. Поэтому смазку менять не будем. Просто ослабим всю эту историю и почистим снаружи. Так вот выглядит самодельный конусный ключик, переточенный из обычного ключа. Потому что нет смысла покупать дорогие и проще убитый ключик переточить. Вот так вот выглядят ключики, которые мы сами делаем. У нас тоже 23 миллиметра ключ. Таким образом, что произошло? То, о чем я говорю в каждом видео. Когда покупаете новый велосипед, надо законтрить, протянуть на втулках вот эти вот гайки-контрогайки. То есть надо открутить диск, с этой стороны законтрить гайку и контрогайку, перевернуть. И здесь протянуть таким образом, чтобы не было ни люфта, ни закусывания. Потому что если будет закусывание, то шарики очень быстро бьют втулку, накатают на ней дорожки. То есть как бы предполагается, что да, они должны накатать какие-то посадочные места дорожки. Но с завода они очень сильно перетянуты. И вот передняя втулка тоже крутится очень плохо, к сожалению. Такой вот интересный велосипед, как бы все вроде интересно. Крутая марка, фасажная система, стоит XT, но втулки на шарах. Задняя вообще там пыльник ни о чем, грязище вся попадает. Передняя пыльнички, хотя и слабые, и ось, но все перетянуто с завода. Так что, несмотря на марку, любой новый велосипед покупайте и обязательно проверяйте затяжку и законтренность втулок. Ну и не надо вот кататься в такую грязную погоду.